Японский журавлик – традиционный символ надежды больных детей на выздоровление. Эти фигурки из бумаги прославила на весь мир японская школьница Садака Сасаки, заболевшей лейкемией после атомной бомбардировки Хиросимы. Множество таких талисманов надежды изготовили по просьбе волонтеров «Волгафильм» студенты саратовских и ангельских вузов. Очень понравилось, и отчасти даже захотелось сделать ту самую тысячу журавликов, чтобы исполнилась какая-то моя мечта. Я всегда стараюсь участвовать во всех акциях, которые проводят экономы, не только. Ну, потому что я считаю, что студенты должны не только учиться, но и участвовать в активной жизни. Под руководством специалиста по оригами, сотрудника Саратовского областного института развития образования, ребята делали бумажных журавликов, вкладывая в них тепло своих рук и сердец. Просто от чистого сердца. Мы считаем, что это воспитывает и доброту, и вот такое дружелюбное отношение друг к другу. Ну, тем более, что касается детей, это святое. Теперь сотрудникам «Волгофильм» предстояло обменять журавликов на подарки для детей. Помочь ребятам вызвалось огромное количество организаций. Компания «Волготранссвязь», заводы газопарад и нефтегазооборудование, общественная организация «Родник» и группа компаний «Бош». Для больных детей очень важно, кроме самого факта выздоровления, чтобы у них всегда была забота, чтобы их окружала эта забота, чтобы всегда была семья, которая их ждет и любит, в которой они всегда могут получить помощь и чувствовать себя как дома. Я думаю, что это самое главное, что должны чувствовать дети и иметь. И вот долгожданный момент. У маленьких пациентов Саратовской областной детской больницы был настоящий праздник. Дед Мороз и Снегурочка и детский клуб «Игровая галерея» устроили для ребят веселые игры и конкурсы. Массу эмоций вызвали воздушные шарики и развивающие игрушки. И, конечно, какой же Новый год без сладких подарков. Всех пришедших на праздник угостили конфетами от кондитерской фабрики «Конфэшн» и натуральными соками. Хорошо. Я вот до этого лежала в больнице. Ну, у нас в Ершове как бы. У нас такого никогда. Здесь хорошо, здорово. Детям хоть веселье, радость. Телекомпания «Волгафильм» уже не первый раз проводит различные мероприятия в рамках своей программы «Благотворительный марафон». Акция «Талисман надежды» состоялась впервые и сразу же собрала большое количество участников. Порядка 30 партнеров, среди которых был и министр промышленности и энергетики Саратовской области Сергей Лисовский, предоставили подарки и возможность провести праздник для 250 ребятишек. Светлана Николаевна, спасибо вам большое за то, что помогли организовать этот праздник. Вот такой вот новогодний тортик от замка любви для сегодняшнего персонала и для вас. Спасибо большое. Я вам могу сказать, что те праздники, которые вы нам устраиваете, у детей, они приносят радость детям и, конечно, способствуют быстрому выздоровлению. Подарки получили и дети, которым нельзя вставать с постели. В первую очередь это юные пациенты отделения онкологии. К ним праздник пришел прямо в палаты. Волонтеры вручили им мягкие игрушки и комплекты постельного белья для сладких снов и скорейшего выздоровления. Накануне Нового года, когда каждый из нас так ждет чудо, японский журавлик стал для этих детей настоящим символом праздника и талисманом надежды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова